Итак, наша янтарная кислота уже остыла, приобрела комнатную температуру. Вот моя страдалица реанимашка. Она у меня падала несколько раз на протяжении прошлого месяца. И так как она падала, она, собственно, поломала несколько своих корней. Мне пришлось её ещё раз пересаживать, но сейчас она в более плачевном состоянии, нежели было до этого. Что я делаю сейчас для неё? Я, собственно, соорудила вот такую конструкцию. У меня очень большие листы у неё, если вы видите, просто огромные уши. Вот такая конструкция. Даже пришлось крепить держатель, скажем, металл, для того, чтобы она просто не переворачивалась. Она, видите, переворачивается в ту сторону. Растит она сейчас два корешочка, я потом на фотографии вам покажу. И вот из-за моих манипуляций в течение шести дней, да, я уже как бы шесть дней протираю янтарной кислотой, появился вот здесь вот маленький корешок. На фотографии вам будет видно. То есть, собственно, наши усилия не напрасны, и я думаю, что всё будет в порядке. Из моего опыта могу вам сказать, что когда я протираю янтарной кислотой, я, наверное, очень много беру воды. Ну, не воды, а, собственно, этого раствора. Поэтому попадает в пазухи вода. Раньше я вытирала всё вот такой вот кисточкой, но могу сказать, что кисточкой приходится очень долго вытирать, и это немного напрягает. Если вы экономите время, то лучше всего вот в пазухе просто поставить вот таким вот образом вату. Она просто намокнется, берёт всю воду, которая лишняя, и потом вы просто эту всю ватку уберёте. Как видите, в пазухах уже есть некоторые кусочки ваты. Сейчас я остальные позакрываю. Не знаю, я просто, наверное, люблю сильно воду, поэтому у меня вода попадает везде, где только можно. Так, ну, вроде как всё закрыто. Давайте ещё здесь закроем. Почему кисточкой? Не знаю, кисточкой удобнее. Оно просто заходит даже в какие-то такие углубления, где просто рукой не достанешь. Итак, берётся ватка. У кого-то это не ватка, у кого-то это просто диск ватный. Слегка, конечно, отжимаю. Ой. И начинаем протирать. Можно протирать как только вот с этой стороны листья. Просто аккуратно протирайте, не бойтесь ничего. Я протираю с двух сторон. Не знаю почему, но кажется, впитывается вода как с одной стороны, так и с другой стороны. Главное, чтобы вы это делали днём, а не вечером. Почему? Потому что может загнивание какое-то будет. И просто хорошо протираете. Напомню, что янтарная кислота это иммуностимулятор. И если орхидея по каким-то причинам немножко плохо, необходимо просто её укрепить. Ну, в нашем случае орхидея потеряла, наверное, довольно большое количество корней. У неё сейчас именно здоровых корней мало. Есть такие, скажем, приболевшие, которые ещё не умерли полностью своей, не пали, как говорится, совсем. Но они ещё растят, точнее растут, но они ещё не очень хорошие, живые. У этой орхидеи нормальных корней всего лишь три. И почему-то сейчас растёт только два. Ну, вот мне понравилось то, что уже хоть один маленький корешок пробился. И я могу вам сказать, что я не замачиваю. Некоторые замачивают. Я просто оставляю ватку. Сейчас вам потом покажу. Оставляю ватку у основания орхидеи на пару часов. Можно на часик. И вот такие вот манипуляции привели к тому, что появляются новые молодые корешки. Может быть, конечно, это просто всё совпало. И тут никаких таких причин нет. Желательно это делать один раз. Я вам скажу честно, я сделала это несколько раз. Признаюсь честно. Потому что мне показалось, что орхидея немного в плачевном состоянии. Я уже распереживалась, что она собирается погибать. Вот. Вот на основании, это сильно большой кусочек. Особенно там, где растёт корешок. Я вот так вот слегка, если вам видно, ставлю буквально на пару часов. Не знаю, помогает это или нет, но ставлю. Видите, какие корешки. Не знаю, будут они расти или не будут, но они вот такие вот. То есть они вроде как и живые. Когда их намочишь, они зелёные. Можно вот так вот чуть-чуть промокнуть, дать возможность корням. И антарной кислоты впитать в себя. Зачем я сделала эту конструкцию? Потому что я обрезала корневую. Немножко её чистила. И поэтому, чтобы она проветривалась хорошо. Вот если вы видите, это загор от солнца. Могу со своего опыта сказать, что все светлые цветы, то есть орхидеи, которые цветут жёлтым, белыми цветами, возможно розоватыми, они отгорают на солнце намного быстрее, чем тёмные. Это мой личный опыт. И вот я как бы и белую таким образом чуть поджарила, и вот эту вот белую с розовым. Чуть-чуть корни напитала, чуть-чуть им дала янтарной кислоты. И на сегодня, наверное, хватит. Вот эту янтарную кислоту вы накрываете, убираете в тёмное место, так, чтобы просто солнце не попадало на неё. И можете хранить её несколько дней. От двух до трёх. Пока не появились белые такие вот, скажем, как хлопья. Если белых хлопьев нет, значит янтарная кислота ещё хорошая. Всем спасибо за внимание. Буду рада, если я была полезной. Всех благ вам. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии, что вас интересует, или что, возможно, вы делаете не так. Делитесь опытом. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok